И снова в центре внимания омских пользователей дом по улице 3 Любинская 26А. Десять дней назад жители через интернет и телевидение призывали кировскую администрацию убрать несанкционированную свалку. Мусор убрали, но за неделю здесь опять устроили помойку. Там район такой, озеро загадили и продолжают вокруг гадить. Пишут в комментариях о мечи. Внимание пешеходов привлек юбилейный мост. Отличная же реконструкция. Не получилось вывести тротуар вровень с лестницей? Да и ладно. Омским пешеходам не привыкать грязь месить. Автор поста не понимает, как пройти с тротуара на мост сухой ногой. В комментариях о мечи поделились фотографиями нелепых строений с других омских улиц. Возмущаются в соцсетях жители советского округа. Парковка и детская площадка в этом дворе находятся по соседству. Правда, парковка значительно выше и заасфальтирована, а вот качели стоят в лужах и грязи. Но другие пользователи автора не поддержали. Вот что интересно. Жители делятся на две группы. Есть люди, которые даже для автомобиля готовы сделать площадку. А есть даже, которые для своих детей пальцем о палец ударить ленятся. Зато прекрасно ноют в соцсетях. Зачем вы детей заводите, если содержать их не можете? Фото с места одной из самых нелепых аварий за последнее время опубликовали о мечи. На абсолютно пустой дороге с минимальным потоком машин водитель умудрился столкнуться с тепловозом. Роковая встреча произошла на трамвайных путях. В комментариях пользователи отмечают, что это не просто улица, а территория завода. Внимание Роспотребнадзора хотел привлечь автор следующего поста. Хлебобулочными изделиями торгуют возле дороги на улице Серова, 19А. По словам автора, продавец выкладывает свой товар на столик под открытым небом, без палатки, спецодежды, нарушая все санитарные нормы. В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Да ну, всё норм. Это лучше, чем в магазине хлеб. Считают одни. Там две минуты хватит продукту пропитаться полезными веществами. Даже если и в продуктах есть всякие гадости, не значит же, что теперь можно и дополнительно себя травить. Беспокоятся другие. Продолжаем следить за самыми обсуждаемыми темами вместе с пользователями. Редактор субтитров А.Семкин